добрый день сегодня мы рисуем небо закатное небо с розовыми красивыми облаками солнцем которое садится и будем изучать как же нам с этим справиться с этой задачей вот у нас есть вот такая фотография как всегда я скажу любой пейзаж или натюрморт или портрет лучше рисовать с натуры иметь контакт непосредственно с живым объектом который мы изображаем но в данном случае мы учимся я вам показываю на примере фотографии наш пейзаж что мы видим красивая розовое садящиеся солнце которая освещает облака как мы это будем писать писать будем соединяя два подхода акварельных по сырому вот верхней части где мы видим где облака как бы рассеиваются да так мягко-мягко расходятся тут будем писать по сырому а тот где у нас большие контрасты и много маленьких ритмов тут будем писать по сухому ну и конечно же темные деревья в контражуре то есть против солнца тоже нужно будет писать по сухому хотя возможно не везде мы мы сделаем фокус вот в этой части тут более по сухому напишем а здесь чуть-чуть по сырому ну то есть комбинируем так чтобы наш рисунок был более живой чем фотография собственно в этом разница между фотографией и художником и так с чего мы начинаем начинаем с того что намечаем линию горизонта мы смотрим что у нас небо занимает больше пространство вода меньше проводим нашу линию стараемся провести ее ровно принципе если есть возможность например покрутить лист вы можете его развернуть вертикально и вы тогда увидите криво или ровно она нарисована или же вы можете себя контролировать вот таким способом край карандаша к линии горизонта с одной стороны вот допустим в центре и допустим с другой стороны вот провели вроде бы все нормально то есть горизонт наш никуда не заваливается вправо-лево это конечно же важно потому что подсознательно всегда человеку смысле горизонта хочется чувствовать ровность и стабильность скажем так потом мы намечаем где у нас будет солнце поскольку это самое светлое пятно то тут я сильно стараюсь не рисовать и пробуем передать основные ритмы вот этих вот облаков на небе то есть там основная вот часть вот она такая выгнута диагональная которая нам дает задает основной ритм вот тут вот тут уже пойдет облака вот это крупная которая вот сюда по сырому мы его будем писать приблизительно основные массы рассчитываем что там с ними происходит как они себя ведут так тут вот заходит синяя вот так вот потом тут начинается яркое такое небольшое облако тут масса облаков спускается здесь одно выходит на силуэт ну и дальше уже начинаются вот эти вот ритмы вот этот вот один прорыв между облаками второй прорыв между облаками далее идет более такой длинный следующий длинный и этот следующий длинный он и есть как раз над самым ярким пятном нашем тут все-таки наше солнце спустилась тут вот ну и потом там тоненькая полосочка ярко-ярко розового останется что у нас с деревьями вот это одна масса дерево потом вроде бы как перерыв следующее вот сюда пойдет вот собственно все для такой первой приблизительной разметки нам этого достаточно лишнее можем если есть лишние линии сразу их убрать извините так кисти кисти мы возьмем мы сделаем так верхняя часть которая пишется по сырому мы ее увлажним возьмем большую кисть чем длиннее ворсинки у кисти тем больше она может в себе держать воды и соответственно тем нам легче писать по сырому то есть не нужно каждых пять минут залазить в баночку с водой увлажняем где-то вот до вот этой части до середины дальше будем все таки писать по сухому или же можно сделать нет все таки будем по сухому так теперь насчет розовых нужно нам познакомиться какие у нас есть розовые есть вот такой холодный розовый есть вот такой более насыщенный ну есть теплые оранжево-красные тут очень красивое облако в верхней части она сложная вот мы его начнем писать допустим по сырому холодным немножечко даже вот так вот а потом когда она будет опускаться вниз разворачиваться к солнцу то оно будет теплеть и тут уже нам пригодится вот этот теплый красный красный оранжевый вот мы пишем по-сурому они сами между собой цвета эти перемешиваются и у нас за счет этого получается нужная легкость и все время старайтесь чем дальше чем дальше и выше от солнца тем холоднее а чем ближе к солнцу тем теплее вплоть даже до желтых вот например в этом облаке снизу уже начинаются желтые так пока не высохла у нас верхняя часть мы начнем писать небо в просветах между облаками тут по сырому мягко-мягко они между собой будут смешиваться и мы видим в этой части неба тут местами даже голубой прямо чистый голубой проявляется а в этой части она темнее так тут снова чуть чуть больше темноты здесь стараемся или ждать чтобы высохла или не касаться потому что если тут нам выгодно чтобы по сырому мягко расходились облака то вот тут к низу нам этого уже не нужно поэтому мы стараемся аккуратно заходить так пока что верхняя часть пусть высыхает пишем нижнюю часть начнем с светлого желтого самого яркого того места где у нас находится наше солнце и проходимся везде по нижней части облаков так так дальше переходим к красно-оранжевому вот тут сверху пускай сливается мы отодвигаемся от солнца и значит розовый наш должен вставать более холодным и в эту сторону так же подождаться тем более вы все вы 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 чем ближе к солнцу вот этой центральной части тем надо делать как бы светлее мягче чтобы передать эффект свечения так пускай эта часть подсыхает мы к ней еще вернемся напишем ту где небо соприкасается с горизонтом мы попишем нижнюю часть когда вот тут вот подсохнет мы туда вернемся ну мы видим что вода плотнее соответственно она темнее будет чем небо и Продолжение следует... Чем ниже к нам, чем дальше от солнца, что вниз, что вправо, что влево, тем более будет вода темнеть. И даже вот тут фиолетоведь. Собственно, это логично, потому что в воде отражается небо. Сразу можем написать силуэты деревьев. Цвет мы будем брать не черный для этих силуэтов. Лучше всего смешивать, например, вот я люблю сочетание веридоновой с фиолетовым. Или веридоновая с темным красным, с краплаком. Получается очень такой сложный. И в то же время очень темный цвет. Где-то чуть больше зеленого, где-то чуть больше фиолетового. Пускай наша краска переливается, пятно цветовое. То есть оно цельное по тону, но переливается по цвету. Полусырая бумага нам дает возможность делать красивые вот такие вот разводы. Вот мы сделали первую прописку сейчас. Ждем, чтобы высохло. И будем заканчивать потом дальше. Субтитры создавал DimaTorzok